Дорогие друзья, здравствуйте! Это программа компании «Люди» и ведущая Александра Алферова. И сегодня в гостях у меня Дмитрий Смиркин, директор по связям с общественностью Корпорации развития Северного Кавказа. Дмитрий, здравствуйте! Добрый день, Александр! Расскажите о Корпорации развития Северного Кавказа. Интересное название. Чем вы занимаетесь? Корпорация развития Северного Кавказа была создана на базе группы Внешкану Банка 5 лет назад. Основная задача — это поддержка инвестиционных и инфраструктурных проектов на территории Северного Кавказа. Все социальные, политические и экономические проекты, которые резутся на территории Северного Кавказа, если они затрагивают интересы малого и среднего бизнеса на территории региона, так или иначе могут быть интересны корпорации. То есть корпорация была создана для того, чтобы поддерживать, собственно, те предприятия и те инфраструктурные объекты, которые существуют, или в том числе строительство новых? Во-первых, основная задача — это создание среды. Среды для развития и поддержки существующих проектов и потенциальных в области АПК, аграрно-промышленного комплекса, в области медицины, в области промышленности. Те предприятия, которые есть на территории Северного Кавказа, они в какой-то момент, испытывая определенную необходимость развиваться, но не имея при этом своих собственных оборотных средств, могут обратиться к корпорации развития Северного Кавказа для того, чтобы стимулировать свое развитие. Мы, со своей стороны, поддерживаем проекты в масштабах от полумиллиарда рублей до двух миллиардов рублей, то есть в зависимости от специфики деятельности. Это могут быть горные отели, это могут быть предприятия в области сельского хозяйства. Так или иначе, за пять лет было реализовано ряд действительно масштабных интересных проектов вот в этих направлениях, про которые я только что сказал. Если говорить о проектах, которые вы поддерживаете, есть, может быть, какие-то у вас направления деятельности, есть ли, может быть, какие-то приоритеты, может быть, вы по какой-то программе работаете, по которой вы должны выполнить определенный план? Безусловно. Если выделять проекты корпорации и направления деятельности, то основных четыре. Это инвестиционное направление, то есть это фактически прямые инвестиции в существующие проекты на территории Северного Кавказа. Это консультационное направление, где наши специалисты оказывают поддержку предприятиям в плане менеджмента, в плане юридического сопровождения, в плане содействия при взаимоотношениях с органами власти, потому что мы в данном случае выступаем как институт развития и проводник социальной политики государства, в данном случае над нами в качестве куратора Министерства по делам Северного Кавказа, которые четко определяют векторы и направления развития региона. Мы, будучи институтом развития, в этом плане выступаем в роли инструмента, фактически проводника. Второе направление, это имиджевое направление, то есть мы поддерживаем и реализуем инициативы, направленные на работу с инвестиционным восприятием региона, как с непосредственно прямыми инвесторами, так и с потенциальными инвесторами внутри страны и за ее пределами. И план, задачи от кого вы получаете? Основным инструментом для нас является федеральная целевая программа ЮК. Сейчас она трансформируется в программу развития Северного Кавказа до 2025 года, где определенные основные векторы развития, четко прописаны основные и ключевые показатели развития региона, основные векторы и отрасли, в которых мы в ближайший период времени планируем существенный стремительный рост и развитие. Если говорить про инвестиции, здесь, в принципе, все понятно. Вы сказали отрасли. На что делаете акцент? Правильно понимаете, что это, наверное, туризм? Вы знаете, Северный Кавказ действительно уникальная территория. Во-первых, с точки зрения географической, когда я рассказываю о Северном Кавказе, не у всех с пространственным логическим мышлением все хорошо. Я говорю, и с географией тоже. Я говорю, вы знаете, это территория между двух морей, Каспийским и Чуром. Уже понятно. Кавказ, Кавказский хребет. И поэтому действительно уникальная природная составляющая, второй момент немаловажный, это уникальная ландшафтная и экономическая составляющая, где очень активно развивается направление аграрно-промышленного сектора. То есть все же связано с сельским хозяйством, довольно активно развиваются плодовые сады, это выращивание бобов, зерновых, кукурузы. И здесь действительно мы нацелены на поддержку проектов в этом направлении. Туризм, сельское хозяйство. Сейчас одним из интересных и приоритетных для нас направлений является развитие и поддержка оздоровительного туризма. Тот проект, который для нас сегодня является наиболее актуальным, это развитие инновационно-медицинского кластера. То есть это строительство комплекса санаторных и медицинских учреждений, направленных на профилактику и лечение определенных заболеваний с использованием санаторной инфраструктуры, с использованием минеральных вод, с использованием природных составляющих вплоть до грязь лечения. То есть есть ряд вещей, которые позволяют в этих направлениях активно развиваться на территории Северного Кавказа. Есть все предпосылки и возможности. Более того, если оглянуться назад, достаточно активно было развито. К примеру, в период конца 80-х годов туристический поток на территорию Северного Кавказа составлял порядок 3 миллионов человек. 3 миллиона человек приезжало на территорию Кавказских минеральных вод в Пятигорск, Кисловодск, в Минеральные воды, в Железноводск, в Весенцюки. В какой-то период времени это все уже немножечко подустарело. То есть ваша задача сейчас это все воссоздать? На самом деле часть инфраструктуры уже есть. Часть действительно требует определенных воздействий с нашей стороны, потому что и время сменилось, и восприятие, и отношение к сервису и комфорту у людей корректируется. И здесь наша задача сопоставить ожидания с реальными возможностями региона. Да, наша задача сделать так, чтобы все больше людей приезжало на территорию Северного Кавказа, Кавказский минеральный вод, и территория, которая действительно по-настоящему богата и минеральными источниками, и природными объектами, действительно историческими и интересными. Она становилась все более популярной с точки зрения туристических потоков и внутреннего туризма. И здесь мы для себя видим нашу задачу в поддержке проектов, в том числе и в этом направлении. Не случайно мы своей стороны сейчас работаем над концепцией инновационного медицинского кластера до конца года. Она будет представлена на уровне правительства. Уже со следующего года, в ближайшие трех лет, мы планируем активно заниматься именно развитием медицинского кластера. и сделаем так, чтобы те услуги или те направления медицинской деятельности, которые сейчас по тем или иным причинам развиваются в других субъектах федерации, сконцентрировались на территории Северного Кавказа. Вы говорите, что он инновационный. А в чем инновация? Вы знаете, если говорить о специфике медицинских услуг и так далее, сегодня очень много из направлений сконцентрировано на лечении. На лечении конкретных проблем с двигательной системой, с болезнями кожи и так далее. В нашем случае мы говорим о том, что будет создано целое направление, направленное на профилактику этих заболеваний, на укрепление иммунитета в том числе, на лечение в том числе. И, что немаловажно, будет создана среда и база для подготовки кадров. Фактически мало построить стены, мало подстричь газон и поставить красивую калитку. Очень важно, чтобы внутри содержательные части, люди, которые работают внутри, отвечали требованиям времени. Они использовали новые технологии, новые инструментарии, которые появились, новую технику. И мы для себя видим именно медицинский кластер как инновационный, в корне инновации все новое, передовое, технологичное, в том, чтобы это было создано. И фактически этот проект, он на сегодня действительно по-настоящему может быть назван пионером в этом направлении, потому что то видение, которое мы закладываем изначально, говорит о том, что этот проект не имеет аналогов вся в стране, в данном случае. И второе, что он имеет очень большой потенциал и будет нацелен на развитие во время. Вы правильно сказали, что очень важен персонал и, собственно, те, кто будут заниматься с теми, кто приедет на лечение. А вы что, практикуете обучение за рубежом или же наоборот привозите сюда и будете организовывать здесь какие-то обучающие модули? Вы знаете, если говорить про медицинский кластер, это ведь не новшество во всем мире. В том-то и дело, у нас такого не было. Именно поэтому мы говорим о том, чтобы взять лучшее из западной практики, соединить с тем, что есть в России. И, конечно, без коллег, у которых за плечами десятилетия работы в этом направлении не обойтись, мы для себя видим необходимость в привлечении этих квалифицированных кадров на территорию Северного Кавказа, в том числе в качестве преподавателей, в том числе в качестве практикующих, специалистов, то есть фактически люди, которые работают за рубежом. Так или иначе, мы нацелены на то, чтобы и этот сегмент специалистов привлекать на территорию Кавказа для того, чтобы они делились своим опытом. Обучали и дальше? Во-первых, обучали наших кадров. Во-вторых, у нас была возможность адаптировать их практику с российскими реалиями, потому что однозначно построить швейцарскую клинику на территории Северного Кавказа. Такой задачи не стоит. Задача стоит адаптировать к региону. Хорошо, у региона есть какие-то уникальные, я так понимаю, уникальная инфраструктура, которая как раз является предпосылкой для создания этого медицинского класса. Вы знаете, на территории Северного Кавказа порядка 100 минеральных источников. 14 типов минеральных вод. Такого фактически нет на территории страны нигде. Да и в Европе сложные те места, где такое количество минеральных источников, такое количество источников с лечебной грязью. К примеру, в том же Пятигорске есть озеро соленое, там Букан называется. Вот вы неспроста заговорили про озеро. Да, я сегодня как в передаче «Поле чудес» со своими подарками для вас. Фактически это уникальное место, это соленое озеро, где сконцентрированы лечебные грязи, которые поставляются на территории санаториев Кавказских минеральных вод, Пятигорск, Кисловодск. Многие из тех, кто был в регионе, знают, что можно пройти сеанс грязелечения или в грязи лечебницы отправиться. И действительно эффект значительно лучше многие отмечают, нежели даже на территории Мертвого моря где-то за рубежом. Соответственно, здесь наша основная идея, когда мы разработали линейку косметики на базе тамбуканской грязи, привнести вот этот лечебный эффект, вот этот эффект Северного Кавказа на территорию страны. Потому что можно бесконечно долго дискутировать о восприятии, об имидже, о каких-то таких воздушных вещах, но когда это все в зоне достигаемости, в зоне фактически вытянутой руки до потребителя, то и восприятие соответствующее. Фактически ты взял, попробовал, и у тебя уже определенное эмоциональное восприятие территории. Спасибо большое. Мы продолжим, и вы мне расскажете более детально, что вы нам принесли и из чего это состоит после небольшой паузы. Дорогие друзья, мы встретимся через некоторое время. Дорогие друзья, снова здравствуйте. Это программа компании «Люди» и ведущая Александра Алферова. И сегодня в гостях у меня Дмитрий Смиркин, директор по связям с общественностью Корпорации развития Северного Кавказа. Дмитрий, снова здравствуйте. Здравствуйте. Вы нас заинтриговали подарками, которые принесли. Расскажите подробнее, что это. На самом деле это действительно уникальная косметика на основе тамбуканской грязи. Это озеро Тамбукан, соленое озеро, которое расположено рядом с Пятигорском. Там есть действительно уникальная минеральная лечебная грязь, которую используют в санаториях и пансионатах Северного Кавказа. И вот мы сделали возможным так, чтобы это уникальная косметика и уникальная консистенция минеральной грязи из озера Тамбукан стала доступной для жителей мегаполисов. Это как раз один из проектов, который был поддержан корпорацией. Действительно, это продукт Кавмин Курорт Ресурс. Есть компания, которая находится под нашим управлением. В данном случае наш менеджер работает внутри компании. И это продукт, который полностью, целиком родился на территории Северного Кавказа. Начинаю от названия, заканчиваю упаковкой. И самое главное тем, что находится внутри. И я могу сказать, что за этот продукт не стыдно. Потому что с точки зрения и подходов менеджмента, как мы это все производили, как мы это делали, на кого мы ориентировались, действительно сделано на самом высоком уровне. Вот вы правильно сказали, что не стыдно, но при этом имидж. Вот как донести до аудитории, что этот имидж и что Северный Кавказ — это действительно знак качества? Вы знаете, для нас крайне важно переходить от риторики к конкретным реализованным делам. Потому что зачастую, полемизируя на тему, что такое хорошо, что такое плохо, можно уйти далеко, но не сдвинуться с места по сути своей. Чаще всего так происходит. На самом деле мы нацелены на то, чтобы конкретные продукты, конкретные дела говорили за себя сами. В данном случае это косметика. В ближайшее время есть ряд проектов, связанных с минеральной водой. Кроме того, корпорация получила свидетельство на право использования бренда «Продукт Северного Кавказа» — «ЭКО». Это специальный логотип, который будет маркировать продукты с территории Северного Кавказа. Но это, наверное, не просто логотип. Это товарный знак, который нужно получить. Безусловно. Потому что не секрет, что во многих субъектах России сегодня такие региональные торговые марки появляются. И задача — поддержать региональный товаропроизводитель, заявить о себе и еще раз в позитивном ключе рассказать о территории. То есть это как раз о территорике к действиям? Конкретным делам. Потому что, можно говорить бесконечно долго, но когда ты приходишь в свой любимый супермаркет или магазин рядом со своим домом и видишь на полках краснодарское молоко или кабардинское яблоко или осетинский огурец или зелень и так далее, ты понимаешь, что да, это же сделано на территории Северного Кавказа, это наше. Я вам хочу сказать, что мы проводили исследования среди российских потребителей и спрашивали, как вы относитесь к западным, к российским производителям. Так вот, подавляющее большинство считает, что сделанное в России лучше, качественнее, безопаснее и, главное, без канцерогенных пестицидов. То есть это то, чем надо пользоваться. И мы сделали этот проект, этот продукт и сейчас активно работаем над популяризацией бренда продукт Северного Кавказа Эко для того, чтобы территория Северного Кавказа воспринималась как действительно активная, развивающаяся, процветающая территория, которая способна накормить страну. Я вам хочу сказать, что действительно, если посмотреть на процент сбора и яблок, и овощей, то существенная доля этих продуктов на территории региона производится. Сейчас наша задача сделать это доступным для жителей мегаполисов, жителей других субъектов федерации. Вот этот продукт доступен, например, для москвичей? Вы знаете, сегодня мы сделали сайт, мы ведем переговоры с сетями. Я надеюсь, что буквально в ближайшие пару месяцев этот продукт уже станет доступным, хотя уже и сейчас, можно сказать, спокойно в интернете. Вы сказали, что знак качества, но его же, как я уже спросила, нужно получить. Что должен сделать производитель, чтобы получить этот знак качества? Если говорить о системе сертификации, сегодня мы находимся на стадии согласования с Министерством Проделания Северного Кавказа подходов и требований к предприятиям, в рамках которых они могут получить этот товарный знак. Для нас крайне важно, чтобы знак качества и знак продукта Северного Кавказа были дождественны, потому что, безусловно, уже сегодня те продукты, овощи и другая продукция, которая произведена на территории Северного Кавказа, отличаются с точки зрения органолептики, с точки зрения каких-то содержательных вещей. Но нам важно, чтобы это было и закреплено на уровне определенных требований к производству, к хранению, к реализации. Наше предложение заключается в том, чтобы контролировать все этапы производства, все этапы хранения и реализации, так, чтобы ты от грядки до прилавка мог гарантировать качество того продукта, который ты, собственно, и производишь. То есть сертификация будет, в том числе, условно, на период даже доставки продукта до точки продажи? Вы знаете, наша идея заключается в том, чтобы... Чтобы он не испортился. Во-первых, чтобы у производителя было четкое понимание, что этот знак качества дается на определенный промежуток времени, чтобы не было самоуспокоения. Вот я его получил, а дальше трава не растет. Если ты получил знак качества и получил право на использование бренда продукта серного Кавказа, будь добр, соблюдай те требования, которые к нему предъявляются. Более того, мы оставляем с собой право контролировать уже после выдачи этого знака ту продукцию, которая реализуется. И если она не соответствует в какой-то из промежутков времени тем требованиям, которые есть, приходить к этому товаропроизводителю и говорить о том, что... Дорогой друг, изначально мы говорили вот об этих параметрах, об этих условиях. Сегодня они вот такие. И чтобы у человека была возможность осознавать. Потому что, опять-таки, это своего рода зонтичный бренд, под который собираются существующие товаропроизводители. Если у кого-то из них на каком-то прям жутком времени случаются проблемы, то негативно влияет на всех. Потому что там, не дай бог, некачественная продукция это откладывает тень, отбрасывает тень на... Сразу имидж. Конечно, конечно. Это очень чувствительная тема, и мы очень внимательно нацелены на то, чтобы к ней относиться. А на сколько дается этот товарный знак? Вы знаете, мы сегодня говорим о том, что продолжительность 12 месяцев. Ну, то есть, чтобы все время были в тонусе. Ну, вы знаете, я скажу, что это абсолютно не новая практика. Мы проанализировали опыт коллег из других субъектов. В среднем это 12 месяцев, где-то это 2-3 года, но не более. И это тоже задачи корпорации? Вы знаете, корпорация является правовладательным знаком продукции серного Кавказа ЭКО. И, соответственно, мы имеем право передавать или переступать право на товарный знак другим товаропроизводителям. Коль уж мы являемся владельцами, и, по сути, все вопросы, которые могут быть по бренду, будут адресованы так или иначе нам, к нам, мы нацелены на то, чтобы четко рулить вот этими потоками, этими процессами, чтобы все участники этой системы четко понимали, что вот есть единое окно, в данном случае корпорация, которая выступает инструментом продвижения и развития этого проекта. Есть ли уже запросы на сертификат от производителей? Насколько они понимают, что это важно? Более того, есть уже конкретное предложение, мы находимся на стадии обсуждения. Буквально несколько недель назад мы говорили с коллегами о очень крупной агропромышленной холдинг, который поставляет продукцию на территорию Москвы и других субъектов. Они заинтересованы в этом бренде, в этом знаке, потому что считают, что его использование позволит стимулировать продажи, во-первых, во-вторых, будет стимулировать их развитие. Кроме того, мы с своей стороны, как институт развития, обеспечиваем поддержку, поддержку информационную и сопровождение, в том числе юридическое на каких-то этапах развития. Поэтому запросы есть, мы активно отслеживаем те контакты, которые у нас появляются, и я думаю, что уже со следующего года продукции с маркировкой продукции «Ярного Кавказа» станет больше. Какие проекты вы поддерживаете? И как проект может стать вашим? Вы знаете, у нас есть определенные требования. Будучи дочерней структурой Межэкономбанка, у нас есть внутренний регламент, который согласован с нашей материнской компанией, по которому мы определяем проект и начинаем с ними работать. Это масштаб бизнеса от 500 миллионов до 2 миллиардов рублей. Если этот проект стоит этих денег, мы готовы в него войти. Второй момент — это локация, то есть проект должен быть реализован и реализовываться на территории Северного Кавказа, 6 республик плюс Тавропольский край. Следующий момент — это готовность инициатора вносить свои собственные средства до 30%, 10 из них финансово. И должна быть финансовая модель, которая позволяет в течение 7 лет выйти на самоокупаемость с доходностью 12%. Это очень простые требования. К нам приходят инициаторы, мы с ними встречаемся, общаемся со своей стороны, помогаем просчитать бизнес-модель, бизнес-план. Если и нас, и инициаторы эти условия устраивают, мы это выносим на Совет директоров. Ну и дальше. А если собственных средств не так много? Ну, смотрите, все зависит от того, какие ресурсы на данном этапе есть у инициаторов. Потому что если и средств меньше, и масштаб бизнеса меньше, то есть другие структуры, в том числе, внешко-но-банк, МСП-банк, тот же самый банк малого и среднего бизнеса, где эту поддержку можно так или иначе получить. Плюс есть возможность обратиться на региональном уровне в региональные правительства, либо в структуры подобной корпорации, там, корпорации развития Дагестана и других корпораций, где эти темы можно обсуждать. Если говорить о проектах, опять-таки, я хотел привести ряд примеров успешных действительных проектов, когда корпорация стала катализатором развития бизнеса. К примеру, есть предприятие в Невиномысске, которое занимается производством аэрозольных баллончиков. Сегодня многие, наверное, женщины особенно не осознают, что... Не задумываются даже. Не задумываются о том, что вот эти баллончики были сделаны. Каждый второй баллончик сделан на территории Северного Кавказа. Каждый второй баллончик, потому что это предприятие взаимодействует с крупнейшими международными брендами. Проктерен Гамбл, Нелевер и другие, которые на контрактной основе заказывают объемы вот этих аэрозольных баллончиков, их делают на территории Северного Кавказа. То есть доля рынка более 50%. Так вот у этого предприятия на какой-то исторический момент не было денег на то, чтобы существенно развить свой бизнес. Пришла корпорация, соинвестировала. Но и сегодня это предприятие лидер. Я не считаю, что есть какая-то сложность с тем, чтобы идентифицировать эту территорию Северного Кавказа. Опять-таки еще один проект — это развитие сельского хозяйства и интенсивность растений и водства, к примеру. Не знаю, знаете вы или нет, но в Советском Союзе в 80-е годы были действительно вложены существенные средства в систему орошения полей. И это позволяло в несколько раз увеличить производительность и поднять урожайность. Мы инвестировали в Старопольском крае в несколько предприятий, которые поставили уникальные системы орошения и увеличили в несколько раз сборы пшеницы и кукурузы. Система капельного орошения, чтобы вы понимали, если у кого-то была возможность побывать на территории Израиля, там пустыня, казалось бы, но к каждому росточку подведены вот эти системы полива и в других действительно жарких странах. Это позволяет поднять урожайность при том, что площади посева остаются одинаковыми. Так вот, мы и поддержали эти проекты, потому что, во-первых, был колоссальный потенциал, во-вторых, это действительно существенный вклад в дело производства продукции на территории региона. Третье — это рост рабочих мест. Спасибо вам большое за очень интересную беседу. Желаю вам успеха и очень интересных проектов. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, на этом наша программа подошла к концу. В гостях у меня был Дмитрий Смиркин, директор по связям с общественностью Корпорации развития Северного Кавказа, а вела программу Александра Алферова. Спасибо, до свидания.